Для слушателей старше 16 лет. Рекламно-информационная программа. Группный план. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас. Сегодня вторник, 13 часов и 6 минут. А значит, мы начинаем свое общение с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Вятич». Владимир, добрый день. Да, Володь, приветствую тебя. Здравствуйте. По традиции, напоминаю наши координаты 211-101. Дозвониться, задать вопрос Владимиру, попросить пояснение, объясниться. Вы сможете после середины часа, 13.30. Также принимается ваше сообщение на наш номер в WhatsApp. 8-909-720-101. Телефон держу в руках, слежу, пишите, озвучу при возможности. Сегодня день какой-то суматошный. То надо, сё надо, сюда сбегать, туда сбегать, по дороге сюда. В собачье дерьмо наступил. Володя. Я пожаловаться решил так сразу. Да. Да. Просто тема для меня крайне такая болезненная. В смысле? Я не понимаю, почему собачники в нашем городе не считают нужным убирать за своими питомцами. Ведь во всех законах чёрным и по белому написано, что это собственность. Как это не грубо звучит, но живое существо — это собственность. И ты должен всё, что в любых количествах из него вываливается, простите, убирать. Мне это сразу напоминает фразу моего детства из какой-то поэма Маршака «Мы не в Чикаго, моя дорогая». Вот это, я не знаю, советский ребёнок запоминал эти вещи мгновенные, это всё на подкорке откладывалось. То есть поэтому, ну да, собачники. Ведь это в топик, конечно, потому что говорить-то мы хотели, как всегда, вечер. Но тем не менее... Просто мы о жизни же здесь говорим. Вот каких-то жизненных примеров начинаем обычно. Тем не менее, смотри, способ урегулировать городскую среду чрезвычайно просто. Он состоит из двух частей. Первое. Ты делаешь муниципальным законом, что бы то ни было. Там благоустройство, там уборку этого собачьего дерьма, там вывески на фасадах, там ремонт входных групп магазинов. Вот всё это делаешь муниципальным законом. Как в Германии, если у тебя не подстрижено... Это я знаю из рассказа своего товарища, который прожил в Дюссельдорфе. Это было давно, в 1994 году. И он был совершенно поражён тому, что к нему заходит сосед, соседка, точнее, немка. Говорит, я знаю, что вы русский, поэтому я сразу не буду стучать в вундесполис. Но если вы не подстрижёте садик, это штраф. И если он не будет там определённой длины... Но это уже детали, это уже детали. Но суть основная в том, что у тебя всё регулируется муниципальным законом. Это первое. Тебе прилетит штраф за невыполнение, хороший штраф, и ты его не отсудишь. Но самое главное, это неукоснительно выполняется. То есть как только ты вводишь в нашей обетованной родине, прекрасной стране, которой все завидуют, вводишь какие бы то ни было нормальные штрафы, это первая часть. А вторая часть, ещё более замечательная, это слежение за этими штрафами. Потому что механика следующая, ты введёшь наказание, допустим, за... Ну, это неприятнейшая тема, потому что если по центру Кирова проехать, ты видишь огромное количество магазинов, контор, где обупились входные двери, всё-всё-всё. Вот безобразно. Всё это наслаивается на разношерстную, разномастную вывески, рекламу и так далее. Получается такой коктейль. Нет, архитектура и внешний вид Кирова. Володя, 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 мы если уйдём в тему архитектуры и внешний вид Кирова, мы потонем в детали. Так вот, ты как только вводишь этот запрет на то, чтобы налагать штрафы, у тебя вопрос будет возникать, кто эти штрафы будет собирать. То есть это, скорее всего, МВД. То есть мы можем гарантировать абсолютно, что владельцы всех магазинов, газет и пароходов, они попытаются договориться. И это забуксует. То есть поэтому чистая европейская модель, вот в чистом виде взятая, ну это стандартная история, в России не сработает. Вот в области административного управления. Вот в отличие от пива, безалкогольного, разумеется, в котором эта модель работает прекрасно, всё замечательно, да, то есть мы взяли немецкую модель и я её использую. То есть никаких особых отклонений я там не вижу. То в муниципальном управлении вопрос. Если вот тоже маленький офф-топик, что-то у меня на социалистические темы всякие загрузили. Ну давай обозначим какой-то разумный срок, потому что у нас сегодня интересная очень задуманная тема. Хорошо, так вот, ты знаешь, как ввели на самом деле эту штрафную систему, она чрезвычайно проста. Кто-то из немецких князей ещё в пору раздробленности Германии. Феодальной, так называемой. Да. Он издал указ о том, что если на участке соседа ты обнаруживаешь вот это, вот это и вот это, то половина его участка тебе отходит. Количество стука, которое образовалось в этом княжестве, оно все стали дисциплинированными мгновенно, потому что никому не хотелось. Не дай бог сосед заглянет и увидит что-то. Все, вопрос был решен в течение там буквально года-полтора. Вот это простые ясные механизмы, основанные на собственности, которые в России, ну как бы вопрос собственности в России это отдельное. То есть, вот, ладно, вернёмся, как бы, точнее двинемся ближе, наверное, к пять часов. Да, мы сегодня поговорим на очень интересную тему. Я вижу список, подготовленный Владимиром. То, что хотелось бы сегодня осветить, это... Мы всё не сможем при всём желать. Да, конечно. Как, из чего, почему, каким образом варится безалкогольная, разумеется, безалкогольная продукция. Ну, с Германией начали, мы практически в каждой передаче, да, обращаемся к этой теме. И Владимир настаивает, и закономерно настаивает на том, что действительно немецкие традиции лежат в основе деятельности нашего завода. Дело в том, что на самом деле всё русское пивоварение, всё абсолютно, это создали немцы. Чехов даже, я не помню Чехов. Вот ни одного. Я помню фон Вакан, по-моему, это самарский завод, да. Единственный пример Бодалёв, это Ижевск, это русский купец был. Но, тем не менее, технология сама пивоварение, конечно, немецкая. И, кстати говоря, по поводу того, за счёт чего и почему оно экспортировалось в Россию, абсолютно понятно. То есть дело в том, что именно для борьбы со злоупотреблением крепким алкоголем, да, то есть пивоварение предлагалось как альтернатива. То есть и это во всём мире абсолютно так, потому что человек, когда разница в стоимости между крепким и лёгким алкоголем в 10 раз примерно, да, в Советском Союзе так и было. То есть бутылка пива стоила 0,24, бутылка водки стоила 2,87. Ну вот так, да. То есть при этом разрыве. И у человека был всегда вариант, то есть как бы крепкий, лёгкий. Причём и это сработало. Ну да, это государственная политика. Да, это была государственная политика. Сейчас акцизы и стоимость, они это убили абсолютно, эту раскладку. То есть сейчас мы имеем очень небольшой разрыв между лёгким и крепким, очень небольшой. Плюс волшебная вещь, которую мы не знаем, объёмся ли мы в этом году. Союз пивоваров там делает усилия. Это минимальная ростность цена на пиво, мы говорили как-то с тобой. Я думаю, что будем возвращаться в будущем. Ну, понимаешь, начинание Союза пивоваров, это вот сейчас будем смотреть в октябре, когда там перевыборы будут, когда там будут назначаться комиссии в части по Джару, то есть по сотрудничеству с властью. Ну, поглядим, как это дело пойдёт, как карта ляжет. Вот. А по поводу пивоварения... Да, возвращаюсь. Да, ты знаешь, очень интересный момент был у меня буквально на той неделе. Да, на той неделе всё-таки был. Это когда совершенно ярко, так ярко эмоционально одна девушка говорит, ну, чего там этот, вот ты рассказываешь там технологии, всё это, всё это. А нашему потребителю чё? Цена, вот цена, главное там, как бы была бы цена нормальная и всё. Я попрямее скажу, подешевле бы, да? Дешевле, да. И вот эту тенденцию я не вижу никакого способа перевомить её в лоб. То есть я прекрасно понимаю, что человек подходит к привавку, если он, в отличие от того же немца, там, чеха, даже американца, между прочим, вот, если он, в отличие от них, не понимает, что ему продают, то есть бесполезно говорить о технологии, бесполезно, рано. Но у нас другого, вот у нас ситуация следующая, мы не можем торговать, как бы, серым пивом, но это отдельная тема, потому что количество безакцизного пива, которое производится в России, причём, ну, производится втихаря, ну, на крупных заводах, она достигает 40%. То есть 40%. А крепкого алкоголя, по некоторым оценкам, ещё больше. Да, совершенно правильно, совершенно верно. То есть безакцизного левого серого пива очень много, и это делается очень просто, люди не платят с этого налоги, банально, которые съедают гигантский объём совершенно, их увеличили в несколько раз, то есть акцизы душат реально, конечно. Ну, мы говорили, что в Германии там разница, то есть если у тебя среднее производство, да, ты плачешь 50% акцизов. А если, нет, если у тебя крупные, вот как-то НК-шные заводы стоят, большие эти, да, то есть да, там они 100% платят. Мы бы платили 50%. Это бы сделали нас конкурентоспособными мгновенно совершенно. Мы это позволить не можем. То есть не 22 рубля бы, да, платил я еще с каждого полулитра. Но при этом на полке он бы стоил дешевле, вот в чем дело. То есть, ну, то есть понятная конструкция. Вот, то есть, да, немцы, конечно же, делали все это. Вот мы как раз говорили в самом начале о культуре немецкой. Вот в данном случае мы добились все-таки того, что у нас стоит немецкое качество, немецкое оборудование. И я говорю, у нас мы не можем идти в серое пиво. Эта тема для нас закрыта. Мы никогда не будем ничего делать, что расходится как бы законодательством. Просто не будем. Это лишнее. Это не наш путь, что называется. А второй момент. Мы одновременно не можем людям предложить демпинг. Просто не можем. То есть мы не можем пойти по пути ТНК, то есть сделать там 29 рублей на полке. То есть и уйти в минус. И при этом, то есть еще вдобавок опустить марку, заявить, что вот, ребята, такое же, как у них. У нас не такое, как у них. Вот не знаю, сколько потребуется. Вообще исключен такой вариант. Исключен. На данном этапе. В настоящем или вообще в принципе. Он в принципе исключен. Он в разрез идет с той идеологией, с концепцией, которую исповедуют. Знаешь, вот сейчас более-менее, более-менее, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, еще раз тьфу, вырисовывается конструкция, по которой мы будем идти. И это означает что? То, что мы нормальный, хороший, качественный немецкий завод. Ну, немцы у нас покупают. То есть, да, у нас могут быть там такие недостатки, всякие недостатки. Можем не понимать этого, понимать то, ошибаться здесь. Но в целом, те же технологи из Мюнхена, которые смотрели производство и пробовали продукт, они говорят, ребят, ну, вы делаете нормально. Вы делаете качественное, хорошее немецкое пиво. Безалкогольное, разумеется. Вопросов нету. То есть, вы вполне на уровне европейского производства. То есть, все. Понимаешь, все. То есть, мы добились того, собственно говоря, чего надо было добиваться. То есть, у нас стоит европейское производство, в Вятке, в Кирове, нормальное, качественно-технологически отваженное. Раз. Вот это производство не будет ни при каких обстоятельствах делать суррогат. Потому что вот, ну, меня могут кидать там камни многие люди, но большая часть того, что приводится ТНКшниками, ну, вот эти, не знаю, ВАДы, Карлсберги, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это суррогат. Во-первых, это пастеризация, которой у нас нет. Гарантированная пастеризация. Потому что никто не будет рисковать. Потому что они сначала добра... Ну, я тебе рассказывал. Они сначала добра... Не только мне. Наши слушатели тоже были свидетелями. Да, они дображивают, да, сиропа фактически с высоким содержанием алкоголя, с высокой концентрацией, с высокой плотностью. А потом разводят осмосной водой. Обратный осмос получается. Результат этого, то, что ты пьешь фактически вот эту, как чехи говорят, сладкую водичку сбродившую. Все. То есть глобально, вот глобальные все-таки отличия ВЯЧ. Я, наверное, сделаю методичку. Я уверен, что это будет, да, то есть, которую всем сотрудникам ВЯЧ. Ну, ее сделать, главное, чтобы она была в каком-то открытом доступе, да. Главное, чтобы она была у каждого кировчанина. Воспользоваться ей, да. Просто знали, что мы, собственно, производим и что мы предлагаем. То есть, вот мы говорили о брожении, да. Как-то говорили. О том, что 9 дней пива безалкогольное, разумеется, хотя алкогольное бродит точно так же. 9 дней оно бродит, брожение. То есть, там идет, да, плюс 6, по-моему, да. Поэтому оно холодное. Потом оно еще перекачивается уже на дображивание в ЦКТ. И там оно 21 день от 0 до 4 градусов. Дрожжи медленно осаждаются, доделывают свою работу. Пиво вызревает. Вот обойти этот срок в месяц, это... То есть, это очень просто сделать. Это добавить ускоритель. Ну, мы говорили там фермент, без разницы, что, да. Ну, и ферменты. Добавить... Химики называют эти вещества катализаторами. Ну, условно. Ускоряют процесс. Ускорение процесса. Плюс подбросить температуру. Естественно, при повышении температуры дрожжи начинают работать как бешеные. Плюс еще их анаболиком, как значит, как анаболиком этого фермента накачали. За 7 дней они тебе выдадут продукт. То есть, это полное нарушение технологии. Немцы, вот ты берешь немецкий этот Талмуд Кунца по пивоварению, и там через каждую страницу. Это не применяется в Германии. Это не будет никогда. То есть, вот это... Нихт, нихт, нихт. Да, это противоречит немецкому закону и чистоте пивоварения. Мы туда ничего не будем. То есть, вот 4 ингредиента, да. Солод, вода, дрожжи, хмель. И, как бы, процессы технологии. Все. Вот Вятич скромное, маленькое, среднее уже, скромное, маленькое предприятие европейского класса, которое обеспечивает в первую очередь Кировскую область. То есть, то, что называется local brand. И еще одна деталь. Это вода, конечно, понятно, которая там серебром очищается. Но это отдельная песня. И по воде я говорил недавно с ребятами, которые занимаются дрожжами. Они говорят анекдот в том, что дрожжи и вода, они во многом определяют вкус и качество того, что ты получишь. И на воде, которую ты имеешь, допустим, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, ты никогда не сделаешь то же самое, что ты сделаешь в Кирове. Подожди, тут можно говорить, что дрожжи подбираются под воду? Конечно, конечно. Или вода под дрожжи подбирается, чтобы они соответствовали? Дрожжи и то и другое подбираются, потому что вода не очищена. Вычленяют какие-то там особые ДНК. Мы как-нибудь поговорим об очистке воды, она многоступенчатая. Там очень интересный процесс. Но не суть. И вот эта вода, эти дрожжи, ну, дрожжи немецкие, они из Мюнхена, у нас пробирочкой летят на самолете каждый месяц. То есть вот это все, оно тебе дает ингредиенты, эти четыре штуки, они тебе дают основу, базу. То есть качественный солод, который мы закупаем, качественный хмель, который мы везем из Германии, качественный дрожжи, тоже немецкие они у нас. Вода у нас местная, как и воздух. И вот ингредиент — это базис. А дальше начинается технология. И вот я не знаю, сколько нам раз потребуется повторять. Вот, к сожалению, из-за пандемии... Много. Надо набраться терпения. Из-за пандемии закрыт завод. То есть на него сейчас экскурсии не водятся. Мечта, конечно, и у руководства, и у меня, о том, чтобы каждый кировчанин в разное время, в разное время хоть раз побывал, посмотрел, что это такое. Потому что, когда ты вживую видишь эти чаны, когда ты видишь немецкие дуры, стали вот эту нержавеющую, которая стоит, когда ты видишь многоэтажные эти бродильные установки, когда ты видишь эту повальную автоматизацию, повальную санитарию, когда люди ходят в халатах и шапочках, все, понимаешь? То есть, ну, как... Слово повальная с каким-то негативным смыслом. Массовую, тотальную. Как в операционной, понимаешь? В операционной, да. То есть там, ну, я тебе говорю, что там даже дрожжевые цеха разнесены, потому что дрожжи, если контактировать... Между квасом и пивом. Да, между квасом и пивом. Да, 300 метров. Вот. То есть, когда человек увидит это все, он как-то начинает понимать, что, ну, не может там быть ничего искусственного. Это смысл одержать вот это все оборудование, смысл создавать вот это производство, и потом чего-то там химичить нету. Вообще не может этого быть, в принципе. Ну, немцы у нас покупают это лучшее свидетельство, конечно, того, что все нормально там. Потому что мы единственные из российских заводов, которые они выбрали. Самое смешное. Кстати, когда последний раз партия была очередной? Нет, они каждые две недели. Каждые две недели. Стабильно, пригоняют свои фуры, все оплачено заранее, склад и так далее. Да, это стабильный спрос. Как он идет, это вопрос. То есть, это долгосрок. Вот. Вот брожение, это то, что нас отличает от ТНК очень сильно, категорически сильно, да? Это потому что это первое, что, ну, то, что убирается сивуха, которая остается у ТНКшников, просто люди не вкуривают, что называется, в этот момент. Это раз. То есть, у тебя получается нормальный продукт. А следующий очень, то есть, газация, то есть, карбонизация, да? Вот я слышал фразу на тему того, что мы там газируем пиво. Ребята, мы его не газируем. Это естественная газация, то есть, это СО2, углекислый газ, который выделяется как раз за 21 день, когда пиво... Пока вот при температуре от 0 до плюс 4. Да, пока пиво дображивает, выделяется СО2, и там нету искусства. Мы не покупаем, вот Христом Богом, там, молоком матери, клянусь, мы не покупаем углекислоты вообще, в принципе. Ее нет. А дальше есть очень интересный момент, который... А у ТНК, прости, у ТНК карбонизация, она в обязательном порядке присутствует? Нет, они же газируют все подряд. То есть, конечно... Искусственно насыщают, да? Та же Кока-Кола, только, ну, вид сбоку, понимаешь? То есть, вот как делает Кока-Кола, как делает... Вот эти Фанта, Спрайт, ра-та-та-та-та-та, все делается из сиропа. Ведь Кока-Кола сама не производит ничего. У тебя дочерние предприятия, филиалы, франшиза, все, что хочешь. Нижний Новгород, по-моему, у нас всякая Кока-Кола, которая сейчас идет. Да, 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 но делается же очень просто. У тебя с головняка приезжает только сироп. И этот сироп тебе просто разводится водичкой вот этой, которая нижегородская там, допустим, да? Все. И та же... Это прекрасная... Вот американцы, американская модель всего практически, то есть бизнес и культура, экономики, она сейчас доминирует. Даже не надо ничего изображать из себя, не надо надуваться. Она доминирует. Причина очень простая. Это быстро, это быстрые деньги, это быстрое обогащение, это большая скорость, это примитив, примитив, примитив. Еще раз, просто, быстро, эффективно, просто, быстро, эффективно. Взять сироп, развести его водой, продать аборигенам. Все. Вот это американская модель. Она работает. Она работает прекрасно. Мы видим это. Ну и с пивной отраслью картина именно эта. То есть большая ее часть, я думаю, не ошибусь, я скажу, процентов 70-80 в России. Это вот именно вот это. То есть быстрый, дешевый, сиропный вариант. Все. Так, возвращайся. Не используют карбонизацию. Нет, карбонизации нету на ВЯЧ. Но самая, вот самая из технологической цепочки, там есть еще моменты очень интересные. Мы обязательно, я говорю, их отразим целиком в итоге. Но очень интересный момент, это меня много-много раз спрашивают, почему у нас нет пастеризации. Дело в том, что есть такая... То есть термическая обработка. Есть такая вещь, как ледяная фильтрация. Она гораздо дороже, чем пастеризация. Потому что пастеризация примитивна, как все что угодно. Как изобрели огонь на планете Земля. То есть ты просто прогрел продукт, убил, к чертой матери, все бактерии, все, что там вообще мешало тебе. Ну, дрожи, понятно, все остальное. То есть у тебя получилось то, что не скиснет. И задача, на самом деле, и ледяной фильтрации тоже самая абсолютно. То есть берется, охлаждается там, по-моему, до минус 6 или 8, я не помню точно. Охлаждается фильтр. И через него прогоняется пиво. Безалкогольное, разумеется. Это на каком этапе оно прогоняется? Уже вот когда оно достояло до конца? Нет, это когда ты разливаешь фарфасы. Ну, это вот... Вот сейчас вот я, да. Вообще ничего не понял. Не, неважно, не надо запоминать. То есть после дображивания еще идет перекачка фарфасы, а с фарфасов уже на разлив. Ну, в аудио, это... Ну, в двух словах можно сейчас пояснить или отдельную тему, отдельную передачу? Нет, фарфасы это как-нибудь отдельное затронуло вообще. Тем более я не думаю, что этот этап звучит великолепно. Это форфас. Как-то немецкое обращение рассказывали, но фас — это разлив. А фор — это предлог для... Естественно, перед разливом. То есть то, что помещается. Фор или перед, да. Вот теперь смотри, ледяная фильтрация тебе прогоняется, и у тебя осаждается дрожжи, осаждается... Вот все взвеси, которые есть, они не убиваются. Они не ликвидируются, не растворяются, не перегреваются, ничего. Они просто из-за холода укрупняются, то есть из-за действия холода, и осаждаются, и фильтруются. То есть у тебя вместо пастеризации идет просто их отделение холодом. Все. Выпадают в осады. Совершенно правильно. Поэтому непастеризованное и получается. Вот как бы вот этот момент... Ну, раз, да? То есть у нас есть брожение, ну... Прости за дилетантский вопрос-то, а вода-то тоже не кипяченая используется? Конечно нет. Вообще вот, дилетантский вопрос. Ну, может, кто-то хочет спросить об этом. Ну, кипяченая вода в пивоварении, это, я не знаю... Ну, вопрос, что называется, домохозяек. Нет, ты меня удивил. Потому что он думает, ты признайся, ты... Кипятили там 50 тонн воды и все, поехали дальше. Нет, там несколько фильтров, включая серебряные, там обеззаражены до такой степени, что она чище любой кипяченки. Не-не-не, ты что? С определенным содержанием солей, микроэлементов и так далее. Ну, вот хочется про воду поговорить, надо отдельно обладать обязательно. Понимаешь, качество воды, как и качество дрожжей, как и качество сода, как и качество хмеля, это краеугольные камни. Ты можешь попробовать всегда сэкономить, взять этого подешевле, этого послабее, этого такого, этого поменьше, дрожжи заставить работать больше, чем надо. Все это можно сделать, это будет ухудшать вкус. И вот то, чего абсолютно категорически не понимают очень многие, говорят, «Ну, а что вечно, вот это гонит продукцию». Ребят, мы не гоним продукцию в этом проблеме. Мы не гоним продукцию. Мы ее делаем. То есть, имеется в виду, что мы не можем, вот мы в такой ситуации, когда мы не можем технически, практически, морально, финансово опустить качество. Потому что, как только мы потребителю дадим минимальный шанс сомневаться, а у нас дегустируют там и приезжие, и биргики из Москвы, и немцы, те же самые. Поверь мне, они дегустируют не вариант, там, знаешь, там, в директоровском кабинете три бутылочки заветные стоят. Нет, они просто идут на розыгрыш. То есть, говоря слово «потребители», ты имеешь в виду, то есть, это многочисленные публики. Те, которые в магазинах покупают, и те, которые специальными экскурсиями приезжают, и специалисты, и так далее. Все, абсолютно все. Если мы дадим... Кому бы то ни было, из них мы дадим усомниться. Да, да. Мы сразу начнем хоронить марку. Это настолько понятно и ясно. Мы не имеем права отступить от канона. Вообще никак. Вот. Ну, это, в отличие от тех же ребят с ТНК-шниками, ну, вот американская модель, американская. У нас она немецкая. Нам пора сделать небольшую рекламную паузу. Полторы минуты она продлится. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич». 211-101. Номер нашего прямого эфира. Да, да, мы в прямом. Если есть вопросы, Владимиру, пожалуйста, звоните прямо сейчас. И номер WhatsApp 8909-720-101-0. Реклама. Группный план. Есть у нас еще 10 минут для того, чтобы пообщаться с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Ветич». Есть у нас звонок. Давай сразу примем, да? Да, давай, хорошо. 211-101. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый день. Что, у нас нет звонка? Давай. Ну, я слышу просто нормальный телефонный гудок. Видимо, что-то там произошло. Набирайте еще раз 211-101. Напоминаю, что сегодня мы идем, ну, не то чтобы так подробно уж очень, потому что подробно об этом разговаривать для этого нужно очень много времени. В общем, технологию, процессы мы сегодня изучим. Ну, смотри, мы пытаемся... На самом деле, этот ликбез мы будем продолжать, продолжать, продолжать до тех пор, пока как бы целиком не образуется. Но кроме вот этой ледяной фильтрации, это объясняет, почему нет пастеризации у продукции. А второй совершенно замечательный момент — это азотная продувка. Вот мы как-то говорили про азот, да? Ничего, ничего, продолжай. Я сейчас попрошу нашего слушателя просто побыть. Хорошо, а я вижу, звонок пошел, да. Или ответим. Ну, давай, давай, быстренько. Азотная продувка, запомним эту фразу. Серьезно чем, да. Да. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Артем. Да, Артем, слушаем вас. А вот скажите, много пива есть прекрасного, немецкого, чешского, какого только нету. А Агачич себя всегда преподносит, что он лучше всех. Можете объяснить, какими такими качествами Агачич обладает, что лучше любого пива на земле? Знаете, этот разговор, он, наверное, должен в какой-то особой атмосфере, да, вот сейчас, за кружечкой, безалкогольной. Да, конечно, безалкогольной. Вот в таком формате нужно об этом разговаривать. Но, Володь, я тебя попрошу. Нет, Артем, я попытаюсь, конечно, хотя Агачич не говорит, что он лучше на земле, потому что это чрезмерная тщеславия. То есть мы просто очень качественные. И гораздо качественнее большей части того, что человек видит на привавке. Это первое. Ну, я люблю Шпаттон, допустим. Ну, да. А какой вы можете предложить, который будет похож? Похож? Шпаттон это не сорт. Шпаттон это название компании. Шпаттон это бренд. Это бренд, да. Нет, у Шпаттона, во-первых, несколько сортов, минимум, которые я знаю. Во-вторых, ну, начните, по крайней мере, с вятищей, я не знаю. Начните с классики, безалкогольной, разумеется. По крайней мере, вот возьмите лагер, который Шпаттоновский, и сравните его с нашим лагером. Все нормально будет. Вы поймете, что ничем мягко... Дело в том, что вы не отличите особо-то. То есть это по качеству будет очень близко. Причем берите Шпаттон не тот, который разливается где-нибудь в клину или в каком-нибудь другом тараканчике. А возьмите привозной, хороший, рублей за 120. Вот так вот. Возьмите баночку этого Шпаттона. Возьмите бутылочку вятища, безалкогольного, разумеется, лагера. Возьмите, попросите домашних их завернуть или разлить так, чтобы вы сами не знали, где что. И попробуйте. И потом обязательно позвоните нам на радио и расскажите, как обстоят дела. А у вас экскурсии когда начнутся? Ой, Артем, я не знаю. Вот это, понимаешь, это Господу Богу, к Вадиму Вадимовичу Путину, к правительству, ну к космосу, короче, на вопрос обрисовать. Ну, видимо, к правительству Кировской области. Ну, правительство Кировской области я вообще не понимаю, что это за юридор. Оно же у нас там принимает ограничения, сейчас снимает. Принимает ограничения, снимает ограничения, путается ограничение. С 15 сентября театры будут открыты. Театры будут открыты? Да, с 15 сентября. Вернувшись к экскурсиям, вот назначат, когда назначат начальство, тогда и откроем экскурсии. Так что ждите, Артем. Ну, посмотрите там, там, кстати, дегустация есть всегда на экскурсиях. Так что заодно и проверите, насколько Шпатан хорош. Со своим-то можно прийти, чтобы сравнить? Хорошо. Попробую взять еще обязательно. Спасибо всем. Спасибо. Этого мы ждали, такой реакции, да. Попробую, уговорили. Ну, вот, вернемся к азотной прогулке. Ну, молодец, хоть попробую. Это то, ладно. Вас издаст. Вас издаст. Спросили бы немцы. Значит, стоит великолепная установка. Я ее видел и даже, ну, щупать не щупал, потому что она гудит, и она здоровая. Она с размером примерно с эту студию. Вот. Это и стоит она примерно как новенький с салона Rolls-Royce. Хорошая, приятная такая вещица, гудящая, немецко-фашистская. То есть немецкая. Десятки тысяч европейских рублей. Сотни. Сотни даже тысяч европейских. Там порядка, я боюсь ошибиться, там 600 или 700 она стоит. Тысяч евро. Так. Ага. В чем суть? Значит, суть в чем? Через молекулярную мембрану на огромной скорости прогоняется родной вязкий воздух и делится по принципу мальчики налево, девочки направо. То есть в одну сторону молекулы кислорода, в другую сторону молекулы азота. Расщепление происходит. Совершенно правильно. Воздуха. Сепарация. Расщепление это все-таки расщепление, а сепарация. Так вот, тебе азот нужен для того, чтобы когда ты как раз после ледяной фильтрации переливаешь в эти фарфасы, ну, вот слово, которое надо выучить, вот, переливаешь в фарфасы, там не должно быть кислорода в принципе вообще. Ух ты. Вообще. Потому что контакт, вот контакт выбродившего уже готового пива с кислородом, это смерти подобное. Этого нельзя допускать. Это окисление, порча и так далее. Вот. Ну, вот бактерии, то есть любые там палочки, не приви, господи. Поэтому санитарий... То есть партию запоришь, да, как профессионал. Это вообще хана полнейшая. То есть это даже лучше не думать о том, что произойдет, если мы вдруг погубим хоть одну партию, да, каким-то образом там, да. То есть перед разливом фарфасы надо заполнять чем-то, что препятствует окислению. Раньше это заполнялось как раз углекислым газом, то есть СО2. Ну, то есть отводилось от бродильных емкостей и заполнялись фарфасы. Сейчас более продвинутый вариант это заполняется азотом. Это гораздо качественнее, надежнее, эффективнее и так далее. И вот с этой азотной установки фарфасы продуваются азотом, азотная продувка. И дальше у нас, вот, да чем мне нравится эта конструкция, нет людей, да, вообще нет людей. То есть у тебя, даже когда идет на разлив, на старых заводах у тебя опускается трубка. Вот, ну, как происходит разлив, да. Вот у тебя полторашка, да. Слушай, а как профессионал говорит, а разлив или розлив все-таки? Ну, вот черт его знает. Давай говорить, типа, как бы, а нормальные люди. Потому что я, как любитель русского языка, разлив всегда говорю. Да, но принято говорить розлив, конечно. Профессионализм. Да, профессионализм такой, сленка фактически. Так вот, на розливе стандартный вариант какой, вот ты выдал пэт, полторашку, да, в нее опускается трубка, трубка эта наливает, поднимается вслед за налитым, потом это все закручивается. То есть не думайте, это не воронка вставляется в полуторалитровую бутылку? Нет, но это не у нас. Это не у нас, это на большинстве других заводов. Почему? Потому что все равно контакт с воздухом, контакт с металлом, контакт с кислородом есть такой вариант. То есть шансы повышаются на то, что это будет не очень. То есть у нас эта штука сразу подсасывается на кран, и у тебя продукт разливается вот по стенке бутылки, бутылки в вакуум. Она выдута, там нет воздуха вообще никакого, и в нее заливается продукт ровно совершенно по стеночке из крана, и потом она уже закупоривается намертво. Все. То есть кроме азота там ничего нет. То есть фактически все, что вы получите в бокале, наполняя продукции и вещи, вы получите настоящее качество. То есть вот тот момент, когда ты открываешь бутылку безалкогольную. Да, естественно. Вот этот первый пшшш. Это азот. Вот это вот как раз да. Это азот. То творение все высокотехнологичное. Понимаешь, вот на самом деле да. И я все думаю, у нас дойдут руки, мы все-таки сделаем нормальный фильм, правящий, реальный, совершенно реальный. Не просто там три росточки, колосочки, там все, солод, хмель, вот какой красивый все, там зернышки. А покажем технологию, как она работает. Ein, zwei, zwei, vier, 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 да. То есть там всего семь или восемь позиций, по которым надо пройтись. И в принципе они должны быть затверждены, должны быть понятны. Почему? Потому что, ну, понятно, что никогда мы не сможем никакого потребителя заморочить так, чтобы он там, знаешь, брал этикетку пива в магазине и там искал указаний на семь стадий технологии. Это бред, да. Хотя бы одно или два. Вот мы, помнишь, с тобой говорили о том, чтобы хорошо бы они маркировали. То есть здесь есть несоваженное сырье, здесь нет. Это ускоренное брожение, это не ускоренное брожение. Чтобы человек знал хотя бы это. Вот если он знает, что там есть ледяная фильтрация, отлично. Там, где нет ледяной фильтрации, там есть пастеризация, это ясно совершенно. Огромное количество привозного, вот, ведь ТНКшники очень хитро поступают. То есть они демпингуют по большей части дешевые продукции. Это демпинг, демпинг, чтобы выдавить местных. А по вещам, которые они везут и действительно более-менее качественно, хотя оно пастеризованное тоже, между прочим, там ценник уходит за сотню хорошок. За 0,5? Да. И это, понимаешь, эта модель, вот, это американская модель. У нас модель немецкая. То есть мы будем делать местное, на местной воде, местный воздух, местные люди. То есть все здесь. И только для, исключительно для того региона, в котором находится производство. Все. То есть следует, вот, и следующий момент, мы о нем все-таки, думаю, в этом месяце успеем поговорить, о том, что мы все-таки будем расширяться. То есть будем делать еще, еще и еще производство. Я напоминаю, что с Владимиром Аматовым, пресс-секретарем компании «Вятич», мы встречаемся каждый вторник в это время с 13 до 13.45. Есть не только аудио, но и видео версии этой передачи. И весь архив хранится на нашем сайте eho.kirovo.ru. Вы можете туда заходить, прям увидеть тему, о чем в данной конкретной передаче говорилось, зайти, посмотреть, послушать. Задавайте вопросы, звоните в следующую передачу, которая будет в следующий вторник. На сегодня прощаемся. Да, всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok